Друзья, приветствую! Сегодня мы поговорим о том, как родители и педагоги могут помочь ребенку в изучении иностранных языков. Мы будем говорить про возраста с 1 по 4 класс, то есть примерно с 7 до 12 лет, ну и будем в первую очередь касаться самых важных принципиальных моментов, которые дают влияние как на обучение языку в начальной школе, так и на всю последующую жизнь, в том числе на формирование языкового барьера и всех связанных с ним моментов. Сразу скажу, что у самого с английским языком были очень разные отношения. Если брать начальную школу, то в третьем классе у меня была двойка в году, даже не в четверти, а в году. Плюс была летняя школа, плюс из третьего А-класса я перешел после этого в В-класс со всеми вытекающими, которые про себя услышал на этом фоне. Поэтому с одной стороны старт был достаточно низким, а с другой стороны это не помешало мне в 14 лет закончить школу полностью, а в 24 уже работать топ-менеджером в российском подразделении международной промышленной корпорации. Поэтому английский язык как естественная среда общения, английский язык как среда обучения передовым вещам, которые в переводном варианте появляются с очень большой задержкой, для меня тоже известны. Ну и плюс жизнь так сложилась, что у меня всегда было очень много друзей и знакомых, кто по-русски вообще не разговаривал. Поэтому тоже английский язык был естественной средой общения с этими людьми. Таким образом, с двух сторон мы посмотрим на процесс обучения, мы посмотрим, что в нем есть с точки зрения стандартных стереотипов, от которых можно и нужно отходить. Мы посмотрим на него с точки зрения, как правильно организовывать процесс обучения. Ну и сразу скажу, что от нас вы не услышите совета, что 7 лет это уже слишком поздно, чтобы учить английский. Мы в Advance являемся категорическими противниками раннего обучения английскому языку. Мы считаем, что примерно в некоторых случаях с 5, но как правило с 7 лет, то есть с момента, как ребенок пошел в школу, и наступает то самое время, когда английский или любой другой иностранный язык можно и нужно изучать. Что касается раннего билингвизма, то у нас есть на эту тему отдельное видео, оно так и называется «Риски и вред билингвизма. Английский до школы». Если кому актуально, то обязательно посмотрите его, там подробно объясняем, почему до школы английскому или любому другому иностранному обучать не следует. Если кратко, то это дает проблемы с абстрактным мышлением во взрослом возрасте после 12 лет, это дает проблемы с мотивацией, это дает проблемы с уверенностью в себе, проблемы с общением и много других проблем. Поэтому мы здесь будем говорить именно про возраста, когда английскому уже можно и нужно обучаться, а изучение языка – это очень сильный инструмент в развитии нашего мозга. И, собственно, такой стартовой точкой как раз и является семилетний возраст. Мы рассмотрим основные стереотипы и типичные ошибки, поскольку именно в них причина, что у нас английский для большей части страны, разговорный английский – это или чудо, или личный подвиг. И сразу скажу, что мы будем смотреть именно с позиции когнитивистики, то есть с позиции того, как развить гармонично развитого человека, который пользуется своими навыками на протяжении всей жизни. Не с точки зрения, как правильно писать школьные тесты, не с точки зрения, как сдавать ЕГЭ, а с точки зрения, как сформировать навык использования английского языка для работы, для путешествий, для обучения, для общения с друзьями, для всего того, для чего язык на самом деле нужен. Потому что сдавать школьные тесты – это его совершенно не основное предназначение. И первое, главное правило, самое первое, самое главное, самое основное – язык надо учить с высокой ритмикой занятий. То есть либо интенсивом, когда мы прямо погружаемся в язык, естественно, с учетом возрастных особенностей и способности держать нагрузку у ребенка, либо с очень высокой ритмикой. В идеале ритмика занятий должна быть примерно ежедневной. И такая ритмика должна быть, пока мы не выйдем на определенный уровень, я бы сказал, на уровень что-то вроде А2, В1. Это примерно, если мы интенсивно и ритмично занимаемся, занимает около 200 часов обучения. Поэтому, если у вас английский есть в школе два раза в неделю, надо сразу понимать, что само по себе – это просто профанация, это трата времени. Поэтому вы или обеспечиваете ребенку дополнительные занятия каждый день, кроме этих двух, а лучше еще и дополнительно к этим двум, либо, в принципе, снимаете вопрос с повестки дня. И понимаете, что у ребенка выучить английский в таком формате просто нет никаких шансов, а значит, нелогично с него это требовать. Поэтому повторюсь еще раз. Либо высокая ритмика и интенсивность, либо никак. Это принципиальное решение, которое должен принять любой родитель или порекомендовать любой педагог. Опять же, нас традиционно смотрит много преподавателей английского, в том числе репетиторов. Просьба, напишите в комментарии, чтобы мои слова были не одинокими, чтобы все родители видели, что учить язык надо интенсивно и регулярно. Любой репетитор, который занимается 4-5 дней в неделю со своим учеником, скажет, что это намного интенсивнее и намного эффективнее не только с точки зрения суммарного количества часов, а с точки зрения тех результатов, на которые за это время мы выходим. То есть одну и ту же программу, если мы ее проходим интенсивно, можно пройти за, допустим, 200 часов, а можно и не пройти за 400, если мы занимаемся два раза в неделю. Поэтому вот этот пункт принципиально важный. Если вы выбираете репетитора, выбираете педагога, то выбирайте того, кто сможет заниматься с вашим ребенком более регулярно, потому что это будет в конечном итоге экономить ваши деньги. Чем интенсивнее будут занятия, тем меньшего количества часов хватит для постановки навыка. Получается, что начинать изучение языка лучше всего в тот момент, когда он будет у вас в школе. То есть если в школе он у вас с первого класса, значит волей-неволей вы уже в это оказались стянуты. Если со второго сами не форсируем, ждем пока начнется там. Если с пятого и у вас нет возможности обеспечить полноценное изучение языка ранее, то спокойно дожидаемся пятого класса. Язык можно выучить абсолютно в любом возрасте. Никаких проблем с изучением языка после семилетия ребенка у вас не будет. Все разговоры о том, что раньше надо было начинать, это отговорки слабых педагогов. Если вы такое от педагога слышите, то просто понимаете, что он вручил вам грамоту в своей собственной некомпетентности и, соответственно, не надо ему доверять вашего ребенка. Ищите того, который спокойно решит эту задачу, причем за четко понятное количество времени. Вообще я рекомендую обучение английскому делить на два больших блока. Первый блок вы даете сразу, как только начинаете. И это как раз примерно на уровень А2-В1, то есть примерно 200 часов интенсивной подготовки. Интенсивный в данном случае, если мы берем ежедневную ритмику, это примерно 5-6 месяцев занятий получается. Или чуть-чуть меньше, если какую-то часть даем более плотными и интенсивными, но только в том случае, если ребенок у нас эту нагрузку выдерживает. Потому что мы должны понимать, что первый, второй класс, там даже два часа в день, это уже большая нагрузка. Соответственно, второй блок мы даем после достаточно большого перерыва, когда у ребенка появляется уже конкретная собственная цель. То есть, либо когда ему стало 12 лет и старше, то есть после пятого класса, либо когда есть конкретно понятная цель. Хотя бы это будет какая-то поездка, это будет обучение, это будет книга, которую он захочет прочитать в оригинале, это будет кто-то из знакомых, кто появился, с кем есть о чем говорить. То есть, у ребенка должна быть своя собственная цель, на которой мы дальше доезжаем с уровня А2 до, допустим, В2 или С1, если стоит высокая планка и надо обучаться за границей будет. А для большинства бытовых коммуникаций, для отпуска, для путешествий, для бытового общения уровня В1 будет более чем достаточно на всю жизнь. Но только в том случае, если не будет языкового барьера. А про языковой барьер мы сейчас отдельно еще поговорим, как сделать так, чтобы его не было ни в юном возрасте, ни в более старших возрастах. Что еще важно учитывать? Важно, в принципе, поменять отношение к организации учебного процесса. То есть, нужно понимать, что учебная задача требует времени. И это время лучше выделить интенсивно. Большинство родителей считают, что ни в коем случае нельзя допустить какого-то перекоса. Поэтому у нас два раза в неделю спорт, у нас два раза в неделю баян, у нас два раза в неделю рисование и два раза в неделю английский. Ну, естественно, остальные репетиторы тоже по два раза в неделю. В итоге времени вообще нету ни в какой день, ничего не вклинить. Я, наоборот, рекомендую смотреть немножко по-другому. Везде, где мы формируем навык, навык лучше формировать интенсивно. То есть, если ребенок рисует, то лучше он сразу научится рисовать, сразу дойдет до того уровня, на котором ему самому комфортно и выше которого не надо, если вы не планируете художественную карьеру. И на этом уровне остановится. И оставит рисование полностью. То есть, возьмет себе все, что нужно в плане графики, художественного восприятия и так далее. И с этим багажом пойдет уже в другие места. То же самое касается и английского. Поэтому в идеале, в ежедневном формате взять вот эти 200 часов, чтобы ребенок вышел на уровень, когда он может спокойно разговаривать на бытовые темы. После чего на этом уже успокоиться и взять достаточно большой перерыв с небольшой поддерживающей нагрузкой до момента появления следующей большой цели. Соответственно, сразу скажу, что именно поэтому мы в Advanse не обучаем английскому языку до 12 лет. То есть, примерно до 5 класса. Мы занимались этим в прошлом и увидели очень простую вещь, что те родители, которые занимаются либо ежедневно, либо выполняют наши рекомендации, то есть, занимаются у нас 3 раза в неделю, но остальные 4 дня ежедневно работают, они получают превосходные результаты. Те родители, которые этому не следуют, они получали более низкие результаты. Соответственно, сил на работу с родителями у нас уходило намного больше, чем на преподавание. И в конечном итоге мы пришли к тому, что английский детям даем, начиная с 5 класса. Что еще важно понимать, что независимо от того, будете вы обучать ребенка английскому или не будете, тут нету хорошего, правильного варианта. У вас в любом случае будут проблемы. Объясню, какие именно. Смотрите, вот мы взяли ребенка и обучили его английскому. Он уже в первом, во втором классе, там интенсивно, за полгода английский освоил, у него все хорошо, он даже общается. Но что он будет делать на уроках? Задумайтесь об этом. Если английский у вас стоит первым или последним в расписании, то тогда, окей, ребенка удобно, он может позже приходить. Хотя, опять же, те родители, кто отводят детей в школу до работы, им позже приводить ребенка будет намного сложнее. Чем ребенок будет заниматься в школе? Если он будет в классе, он будет отвлекаться сам, отвлекать окружающих. Если он будет не в классе, то кто будет отвечать за его безопасность? То есть, ребенок, который идет с опережением программы, пусть даже и абсолютно методически правильно, в данном случае создаст трудности всем. И себе, и родителям, и школьным педагогам. Если мы идем по пути, что, окей, мы на английский временно забиваем болт, и совершенно не паримся на тему тех оценок, которые ребенок может приносить из школы, то в этом случае все равно будет напряжение от педагога. И они от вас будут требовать, чтобы вы включались, там, репетиторов искали и так далее. Они, скорее всего, не поймут вашу аргументацию. Плюс ребенку тоже надо будет объяснить, что, смотри, ты не можешь выучить английский не потому, что ты тупой, а потому, что у тебя шансов нет выучить его в таком формате. Поэтому ребенку важно объяснить, что есть минимальный уровень, скажем так, испытания, которые он должен пройти. И здесь его задача хотя бы по этому минимальному уровню подготовиться и сдать его. Но, опять же, подготовиться на минимальный уровень и закрыть школьный вопрос английского. И осваивать язык для того, чтобы решать коммуникативные задачи в общении, это совершенно разные цели. Поэтому очень важно ребенку четко объяснить, что если вы не идете на изучение языка, то в этом случае вы ему четко объясняете, что наша задача – это минимальное соответствие школьным требованиям. То есть тройка в дневнике в четверти и в году по этой дисциплине. То есть минимально допустимая положительная оценка. Если, опять же, у вас стоит вопрос сохранения школы, перехода в средние классы и так далее, то, значит, вы эту планку поднимаете по минимально необходимому уровню. Не ставить ее выше. Почему? Потому что если мы вырастим просто невероятного специалиста по сдаче школьных тестов, в жизни ему это никакой пользы не принесет. И здесь давайте, собственно, переходить к языковому барьеру. Что такое языковой барьер? Языковой барьер – это в первую очередь страх оценивания, который формируется у человека как раз во время школьного обучения по классической системе. Что там происходит? Обычно ребенок либо что-то прочитал, либо что-то перевел, либо ответил на какой-то вопрос. Его сразу же поправили, если он там допустил какие-то ошибки. А потом ему еще поставили оценку «садись 2», «садись 3» или даже «садись 4». Ты вот это и это сказал неправильно. Как работает мозг ребенка? В идеальном мире, получив обратную связь, мозг ребенка начинает ее отрабатывать и делает все лучше, лучше и лучше, ошибки уходят. Но это только в идеальном мире. Реальный ребенок с реальным мозгом всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления. Мы этот механизм подробно разбирали в ролике про билингов, про который уже говорил. Так вот, путь наименьшего сопротивления заключается не в том, чтобы говорить без ошибок. Он заключается в том, чтобы не говорить. То есть максимальное упрощение конструкции, максимальное использование самой простой лексики, максимальное избегание вообще какой бы то ни было коммуникации. Именно поэтому подавляющее большинство взрослых, которые учились в школе, имеют очень сильный языковой барьер, который у них даже соматически часто в виде зажима в горле проявляется. То есть когда они пытаются что-то сказать, они прям чувствуют, что их кто-то за горло схватил. Почему? Потому что 11 лет, когда они что-то говорили, их всегда поправляли сразу же. Мы про это отдельно поговорим. В конце у меня будут рекомендации, в том числе для педагогов. Здесь, забегая вперед, скажу, что от вот этой незамедлительной корректировки ошибок надо отходить во всех занятиях. То есть если ребенок ошибается, это не повод его перебивать, отдергивать, особенно делать это с каким-то негативом, вербальным или невербальным. Это повод себе зафиксировать эту ошибку и потом подумать, как ее правильно с ребенком отработать, чтобы она в будущем не появлялась. Поэтому все, что касается языкового барьера, оно как раз и формируется в человеке в ходе неправильного изучения языка. Если же мы учим язык правильно, то есть высокоинтенсивно и с использованием современных инструментов, то в этом случае у нас языковой барьер практически не возникает. Это ключевые моменты, которые нужно понимать, скажем так, глобально и крупноуровнево. Дальше давайте углубимся в некоторые детали, потому что там тоже есть много интересного. Очень частая типовая ошибка – это копировать в изучении языка структуру коммуникации. О чем это я? О том, что в большинстве учебных пособий изучение языка начинается с «Здравствуйте, как ваши дела?» и так далее. Это категорически неправильно. Почему? Потому что самые первые фразы, самые первые слова, которые человек будет осваивать, должны быть предельно простыми, предельно образными. Все, что касается всех этих ритуальных приветствий, то это, как правило, большое количество предлогов, большое количество служебных слов, большое количество слов, которые в речи переводятся недословно. В результате мы получаем абсолютно тупое заучивание и, по сути дела, игру в карты. То есть, если под тебя подходили карты «How do you do?», то ты отвечаешь «I'm fine, thanks». Если под тебя походили какой-то другой карты, ты отвечаешь как-то по-другому. Но в любом случае ритуально и однотипно. Часто дети в результате того, что они первые 5-8 уроков посвятили этим темам, не выделяют даже слова внутри предложения, ни на слух, ни когда сами воспроизводят. Поэтому очень важно начинать изучение языка правильно. Второе, что делают тоже совершенно неправильное, это учат алфавит. То есть, сначала зубрят алфавит, потом проверяют, как вызубрили алфавит, после этого доозубривают алфавит. Это тоже категорически неправильный подход. Почему? Потому что алфавит нужен исключительно для того, чтобы работать с бумажными словарями. Каких-то других целей и задач у алфавита как такового нету. И учить алфавит – абсолютно бесполезная трата времени. Алфавит можно выучить через какое-то время, когда ребенок уже выучил все буквы, звуки, спокойно вводит фонетикой, знает какой-то словарный запас, на котором может в том числе расставлять слова по этому самому алфавиту. До этого момента учить алфавит абсолютно бесполезно. Есть замечательная методика под названием фониксы. Это метод изучения языка, который категорически рекомендую. То есть, можете сразу спрашивать педагогов, с которыми будете обсуждать обучение вашего ребенка, почему их, а не адванс, потому что, как я уже сказал, мы до 12 лет не обучаем детей английскому языку. Так вот, можете смело спрашивать педагога о том, работают ли они с фониксами, знают ли они, что такое фониксы, применяют ли фониксы, и посмотреть, что они вам на это скажут. Что такое эти самые фониксы, которые мы в адвансе рекомендуем? Вы можете видеть фрагменты из книги «Fly High» Дайне Казаноглу. И фоникс – это, собственно, метод обучения, когда мы обучаем звуку с опорой в первую очередь на визуальную составляющую. То есть, мы проводим прямую связь между звучанием и определенной картинкой. То есть, это близко к любимым нами мнемотехникам, но это самостоятельный подход. Вот. И когда мы его увидели, прямо очень жалко стало, что это не мы его придумали, потому что если бы мы решали эту задачу, скорее всего, мы бы решили ее именно так. Но первенство здесь совершенно не за нами, а вот наша самая искренняя рекомендация применения этого подхода однозначно будет. Что еще? Естественно, любимые нами мнемотехники. Но их надо правильно применять. Поэтому начинать надо всегда с простых, образных, существительных. Так же, как фониксы работают тоже с простыми образными, существительными. Точно так же и мы всегда мнемотехнический словарный запас накапливать рекомендуем с простых, образных, существительных. То есть, с тех, которых можно легко визуально представить. На них сначала запоминаем 100-200 слов. Формируем базовый образный алфавит. И только после этого переходим к образным, прилагательным, глаголам действия. И только когда уже набрали словарный запас около полутысячи слов, переходим ко всем остальным частям. Наречия, служебные части, числительные. Все то, что абстрактное, все то, что представляется намного сложнее. Нарушение этого подхода как раз и приводит к тому, что мнемотехники не работают. У нас есть на эту тему отдельное видео. Поэтому, кому интересно, так и поищите разоблачение мнемотехник. Почему мнемотехники не работают. Мы его засняли. Там подробно расписываем, какие ошибки допускают. Если кратко, то важно начинать именно с простой образной лексики. После этого вы легко сможете запоминать более сложную, абстрактную, необразную, служебные слова и все остальное. Но начинать всегда нужно с элементарного. Элементарное в изучении лексики это простые образные существительные. Что еще? Еще нужно, конечно, посмотреть, особенно если вы педагог, на то, что у вас происходит в классе. И уйти от всех форматов, когда один человек читает, а 20 других детей слушают то, что он читает и переводит. Потому что если у нас урок 40 минут, а каждый ребенок берет таким образом на себя по полминуте-минуте, то в лучшем случае у нас на ребенка будет приходиться 2-3 минуты времени активной работы с языком. Это неэффективно категорически. Поэтому смотрим, чем дети занимаются на уроке. Если они у нас работают по очереди, значит сначала делим их пополам, учим их работать в более-менее крупных группах. После этого делим их на тройки, четверки, двойки. И учим их работать в мини-группах, чтобы один читает, другой его проверяет. Один пересказывает, другой ему дает обратную связь. И постоянное чередование. Это, с одной стороны, будет всегда позитивно воспринято детьми. Потому что у них будет возможность поработать с разными детьми. С кем-то они больше общаются, с кем-то меньше. В любом случае, это новый социальный опыт. Любое социальное взаимодействие, оно всегда мотивирует. Особенно детей, у которых еще не так много различного рода комплексов и ограничений в этом плане. Второе, это мы должны очень четко для себя понимать, что мы не можем влиять в рамках школьной программы на расписание, на то, как часто у нас английский язык будет в течение недели, или у нас нет возможности у педагогов дать весь курс английского интенсивом за 2-3 месяца, и потом ничего не делать остальную часть года. К сожалению, таких вариантов нет. Поэтому мы можем работать со структурой урока. И вот здесь очень важно, чтобы были следующие моменты. Во-первых, дети должны повторять регулярно именно языковыми практиками ранее пройденные темы. Во-вторых, все темы, которые мы осваиваем, надо сразу выводить на уровень пусть элементарного, но применения. Поэтому методически вам придется тоже много мучиться, страдать и пытаться скрестить ежа с ужом. Потому что есть обязательные учебные программы, есть учебные планы, и вам нужно, с одной стороны, не нарушая школьные обязательные требования, сделать так, чтобы вы четко формировали завершенные навыки. То есть не надо пытаться объяснить, например, целое время со всеми исключениями за одно занятие. Намного лучше, если мы возьмем какую-то одну базовую конструкцию, вообще без исключений, всего одно единственное время или даже кусочек от него, и отработаем именно с ним. Да, в результате вы пройдете намного меньше по объему школьной программы, намного меньше тем затронете, но зато те темы, которые вы пройдете, они позволят детям общаться на них. То есть дети будут разговаривать. Да, где-то бедно, где-то с ошибками, но они будут это делать. Если же мы идем, вот у нас задача пройти максимум этих тем, то в этом случае темы мы пройдем, но в большинстве случаев просто мимо. Что еще можно и нужно сделать? Можно и нужно научить детей работать в тех форматах, с которыми они будут работать сами. Как уже сказал, мнимотехники, причем маленький лайфхак, если вы детям объясните, что мнимотехниками можно запоминать словарные слова русского языка, точно так же именно их написание визуально представляя, они будут тренировать нужный вам инструмент, в том числе на других предметах. Для тех, кто не знает, как это делается, один пример приведу, что, например, слово «конфорка» звучит совершенно не так, как пишется. Пишется «конфорка», соответственно, мы делаем проверочный образ. Представляем себе коня, который своими копытами штампует конфорки на плите на заводе. Вот он стоит, штампует их круглыми копытами, круглые конфорки. Проверочное слово «конь». Соответственно, слово «конфорка» будет всегда у нас писаться после этого правильно, всеми, кто посмотрел наш сегодняшний ролик. Если вы таким же образом объясните, что любое словарное слово, что русское, что спеллинг на английском, можно запомнить точно так же, то дети будут этот инструмент применять, и на английском языке у вас уже будет более точный инструмент у ребенка, который он будет использовать. Соответственно, это будет в том числе на вас работать. Что еще можно и нужно? Это простые вещи, которые дети будут делать сами. Например, показать им, как правильно разобрать песню, чтобы ее, во-первых, лексически понимать, то есть, что берем песню, скачиваем ее текст, выделяем новые слова, запоминаем их, либо на карточках, либо через приложение типа Quizlet. После этого мнимотехнически запоминаем эти слова и слушаем дальше песню, уже понимая ее смысл. Таким образом, разбираете с детьми 2-3 песни. В идеале те, которые дети сами выберут, что они им нравятся. То есть, спрашиваете детей, какие песни вам нравятся. Выбираете те, которые с точки зрения цензуры можно разобрать на школьном уроке. И после этого объясняете детям, как работать с песней. Так, чтобы у детей был четкий навык. Потому что, если вы запустите в них вот этот самостоятельный механизм, что они сами применяют язык для своих задач, например, когда им нужно понять песню, которая им понравилась, то в этом случае вы сделаете самое главное. Вы заложите фундамент любви к иностранному языку, как к коммуникативному инструменту. И таким образом, вы, собственно, покажете детям, что у них получается, что они классные, что есть инструменты, и что если им будет нужно больше, они это больше спокойно могут найти, взять и освоить. Вот это ключевые вещи, с которыми педагогу на уроках можно и нужно работать. Как уже говорил, очень важно уйти от оценивания. Но мы понимаем, что, во-первых, ребенок живет в реальном мире, его все равно постоянно оценивают, навешивают на него ярлыки и так далее. Поэтому задачи полностью уйти от оценивания у нас нет. У нас есть задача сделать так, чтобы оценивание не было травматичным для ребенка и не укрепляло его языковой барьер. Каким образом это сделать? В первую очередь, убираем прямую связку, что ребенок ошибся, мы его сразу же корректируем. Привыкаем к тому, что мы, по сути дела, ведем досье на ребенка, то есть его ошибки фиксируем себе по каждому ребенку отдельно. То есть заводим тетрадку или журнал. На каждого ребенка своя страничка, свой файлик, и мы туда пишем, какие у него в текущий момент регулярные ошибки есть. Что мы делаем после этого? После этого мы смотрим, какая ошибка самая частотная для всего класса и отрабатываем ее на паттернах, на изолированных упражнениях для того, чтобы эту ошибку полностью изжить. То есть так и говорим, что, ребята, смотрите, вот это правильно делать вот так вот. Давайте сами поищите друг у друга и у себя, в первую очередь, как вы обычно это делаете по-другому. Раз. И вот вам изолированные упражнения. Давайте отрабатывать, чтобы ошибки у нас этой больше не было. Два. Таким образом, мы каждый урок собираем ошибки. Сначала отрабатываем самые высокочастотные, которые есть у всех. После этого все больше локализуемся, то есть даем изолированные блоки паттернов для отработки конкретно тех ошибок, которые есть у конкретного ребенка. В этом случае мы оцениваем его работу на уроке комплексно в первую очередь. И ребенку это надо объяснять, что мы оцениваем объем и качество его проявлений, качество его коммуникации, чтобы выданная нами оценка стимулировала его больше проявлять себя на уроках английского языка. У нас подавляющее большинство детей, они и на других дисциплинах, не только на английском, и вне школы боятся проявлять себя. У нас даже подавляющее большинство взрослых, когда им нужно взять и что-то сказать, особенно если зрителей больше, чем 1-2 близких людей, они испытывают тот самый языковой барьер на своем родном русском языке. И это происходит именно потому, что 11 лет мы получаем минус подкрепления на свои проявления. Поэтому ребенку нужно объяснять, что оценивается именно объем его проявлений, в том числе, конечно же, с учетом ошибок, которые он допускает, но не надо его каждый раз постоянно перебивать и сразу же корректировать. Естественно, это потребует усилий по разработке этих самых методических материалов, которые будут в формате 3-5 минут каждый урок, каждый работает со своими ошибками. И желательно еще подумать над методическими материалами, которые будут поддерживать языковые навыки, когда урока не будет. То есть между уроками нужен какой-то материал, с которым дети будут работать. У меня здесь есть одна универсальная рекомендация, которую всем педагогам с удовольствием выдам. Это всех детей по всем параллелям, которые у вас есть, заводить в какой-нибудь телеграм-канал и скидывать туда, ну или группу во Вконтакте, или может быть в сферу мечат, смотря что вы больше используете, и скидывать туда смешные короткие юмористические ролики. Естественно, на английском языке. При этом очень важный момент, что сам юмор тоже должен быть понятен только не из визуальной составляющей, а именно из языковой. В этом случае дети будут сначала смотреть, после этого в какой-то момент они будут сами искать и присылать вам. И здесь, кстати, можно им тоже клич такой закидывать, что, ребята, присылайте мне все самое смешное, и что пройдет мою преподавательскую цензуру, я буду публиковать в этот чат с указанием, кто прислал. Дети очень любят подобного рода поощрения в свою сторону, плюс им можно еще и пятерку в журнал поставить за то, что они потратят время, им надо отсмотреть кучу материалов, в том числе на английском, найти из этого материала смешные, и прислать вам. Поэтому, в принципе, это полноценная домашка, причем это намного более хорошая домашка, чем та, которую они с помощью чата GPT сделают, не включая ни мозг, ни какие-то другие осознанные центры. Поэтому выстраиваем коммуникацию таким образом, чтобы дети именно любили язык, чтобы они его применяли сами, и чтобы процесс получения оценок у вас, как у педагога, опять же, требовал определенной коммуникации. В этом случае вы решите сразу две задачи. Дети, с одной стороны, будут регулярно повторять какие-то моменты, при этом это не обязательно могут быть чисто юмористические, это могут быть и полезные фрагменты, интересные выступления, то есть что-то, что, на ваш взгляд, детям будет полезно и с языковой, и с неязыковой точки зрения. Соответственно, если вы будете следовать этим советам, то за время обучения детей в школе их уровень английского будет постоянно расти, а на выходе они будут иметь не среднестатистические, там, 400-600 лем, ну, то есть около тысячи слов со всеми производными от этих лем, и, естественно, нечто большее, чем London is the capital of the Great Britain, которое, как правило, и ограничивает весь коммуникативный запас русского человека. При этом по человеко-часам, по нашему опыту, на один уровень языка требуется от 60 до 90 часов, то есть за 500 часов язык можно выучить полностью на уровень свободного общения. За тысячу часов, то есть когда английский в школе с первого класса, это примерно тысяча часов набегает к 11. За это время можно два языка выучить на уровень свободного общения. По факту мы даже в родном русском имеем языковой барьер, а английского у большинства просто нету, даже у тех, кто сдавал экзамены. Поэтому натаскивать себя, ребенка, на сдачу экзаменов, это иногда необходимо, но это производная. При наличии хорошей базы, хорошего языка, вы или экзамены тоже очень быстро набьете руку, как их правильно сдавать. Первичным является именно решение коммуникативных задач с помощью общения. Собственно, в эту сторону и надо эволюционировать. Мы уже затрагивали с вами тему языкового барьера. Сейчас самое время дать отличное упражнение, которое и детям, и взрослым будет очень полезным. Как говорил Сунь Зы, в любую битву надо вступать на той территории, которая является нашей, там, где и родные стены помогают. Соответственно, здесь тоже мы в первую очередь будем работать на наших близких, на тех, кто нас окружает. И для начала небольшая разминка. Вот просто представьте, что к вам на улице подошел иностранец и спрашивает, как ему пройти в библиотеку. При этом спрашивает это на абсолютно ломаном русском языке и с кучей ошибок. Но вы все-таки его поняли. Вот попробуйте подумать, какие эмоции вы будете к нему испытывать. То есть, что вы про него подумаете? Вы подумаете, что это жалкое ничтожество, которое не смогло осилить великий и могучий русский язык? Или вы испытаете уважение к тому, что человек, во-первых, дерзнул учить язык, в котором шесть падежей, три рода, куча склонений, куча всяких разных приставок, исключений и так далее и тому подобного. По сравнению с очень простым английским или не менее простым немецким, испанским и так далее, русский язык намного сложнее. И дальше возникает вопрос. Мы в данном случае к человеку как будем относиться? Мы будем над ним смеяться или мы будем восхищаться тем, что он в принципе дерзнул это сделать? И более того, что у него даже что-то из этого получилось. Скорее всего, все-таки второй вариант. И скорее всего, мы постараемся ему помочь. Вот очень важно понимать, что дразнить и говорить, что о голову ты дома не забыл и так далее, это у нас, как правило, происходило в школе. В реальной жизни, если вы будете общаться с иностранцами на ломаном английском, они будут стараться вас понять. Они будут стараться вам помочь. Они и близко не будут над вами смеяться. Поэтому не надо стесняться этого самим. То есть встаем немножко на место гостевой стороны, принимающей иностранца, смотрим, что на самом деле мы абсолютно по-нормальному, по-человечески постараемся помочь. Вспоминаем о том, что когда вы сами будете за границей или ваши дети там будут, они будут в магазине, в гостинице, в ресторане, то есть где-то, где им однозначно помогут, потому что от этого будет зависеть, сколько денег они там оставят. И когда речь идет о том, чтобы вы расстались с вашими деньгами, вам, будьте уверены, максимально в этом помогут во всех смыслах и прямых, и переносных. Поэтому первое, что нужно понять, что мир не враждебен, что общение это в первую очередь доброжелательная среда. И уже во вторую переходим к непосредственному упражнению. Упражнение будет простое. Нужно максимально упростить вашу речь на родном языке. Какая логика в этом лежит? Если у нас языковой барьер имеет не лингвистическую, а психологическую природу, то и побеждать его надо не за счет того, что вы даете усиленную лингвистическую нагрузку, едете в среду или еще что-то. Кстати, сразу скажу, до уровня А2 всех нативно говорящих иностранцев на пушечный выстрел нельзя подпускать к ребенку. Ребенок должен общаться в первую очередь в комфортной для него среде с теми людьми, которые вводеют его родным языком и будут ему объяснять на его родном языке иностранный язык. Но если мы все-таки допустили ситуацию, что у нас языковой барьер сформировался, то, соответственно, начинаем преодолевать его на своем родном языке. Потому что дома и стены помогают. В своем родном языке мы можем сколько угодно совершать ошибок и тренироваться совершать их, чтобы не бояться, не стесняться, не бояться осуждения, которое нам за это придет. Но зато мы легко можем их потом из родного языка убрать. Заучивать же ошибки в иностранном языке это не самая лучшая практика. Итак, начинаем говорить на родном языке по самой примитивной схеме. То есть все в единственное число. Именительный падеж. Моя, твоя, понимать. Я лекцию английский учить. Младший класс читать. Вы лекция слушать. Сложного нет. Простой да. То есть примерно поняли смысл. Все в именительном падеже. Все в единственном числе. Все максимально примитивно. При этом фокус нашего внимания именно на том, как мы говорим. На том, какое сопротивление мы встречаем. На том, о чем мы думаем, что о нас подумают или не подумают. Вот на этом фокусируем свое внимание. И отрабатываем до тех пор, например, вводим час вот такого примитивного общения у себя дома с ребенком. То есть вы с ним не будете говорить на английском. Вы с ним будете говорить на русском вот подобным примитивным образом. Начинаем с 5-10 минут. Постепенно увеличиваем. Доводим до часа общения. Когда мы видим, что ребенок абсолютно легко включается в эту игру и уже спокойно в ней удерживается без какого-то напряжения, переходим к следующему этапу. Начинаем делать то же самое, но уже на английском языке. То есть отдельные вопросы можно спокойно задать на английском языке и хотя бы одну-две фразы получить в ответ. То есть начинаем вкраплять иностранный язык в коммуникацию. Но только на том уровне, когда у ребенка уже есть для этого необходимый словарный запас, когда у него есть самые базовые конструкции. И опять же не занимаемся коррективой английской речи вообще. Корректива английской речи это задача, которую должен решать педагог. Поэтому педагог, который с вашим ребенком занимается, он как раз во время своего общения выписывает его ошибки и корректирует их. Вы же, если вы с позиции родителей общаетесь с ребенком на иностранном языке, периодически вставляете какие-то фразы во время еды, во время сборов куда-то, когда спрашиваете мнение ребенка о чем-то, на английском языке, получаете от него ответ и не занимаетесь коррективой, чтобы у ребенка не было минус подкрепления на его проявление на английском языке. Подобного рода практика буквально за несколько недель позволяет что детям, что взрослым полностью избавиться от языкового барьера. При этом, что важно учитывать, что эта практика не работает директивно. В идеале, чтобы родители начинали играть в эту игру между собой, ребенок к вам обязательно сам присоединится, после чего опять же родители между собой начинают вкраплять английский язык. Вот здесь у ребенка, у которого всегда ушки на макушке, он пытается все понять, особенно если вы обсуждаете какую-то взрослую тему, которую не уверены, надо ее ребенку знать или не надо, попробуйте ее обсудить на английском языке. И удивительная штука, уровень понимания английской речи у вашего ребенка начнет расти просто как на дрожжах. Что еще можно и нужно делать? Ну, конечно, использовать соревновательности. Дети очень любят соревноваться с родителями, у них это заложено, у них это является частью их сепарационных алгоритмов, поэтому обязательно играйте с ними в различного рода игры, в том числе на английском языке. Желательно, чтобы были игры, в которые вы играете устно, например, слова. На английском, причем слова можно ограничивать или только существительные, только прилагательные, или наоборот разные, или только короткие, только длинные. То есть, чтобы мозг ребенка занимался подбором слов в совершенно разных форматах. Ну и вообще смотрим на этот процесс творческий. Здесь есть огромное количество инструментов, что у нас на нашем канале, что куча литературы, куча педагогов, куча очень талантливых репетиторов, которые продвигают самые передовые методики, поэтому не зацикливаемся на чем-то одном, а с открытыми глазами на все это смотрим, и все самое лучшее, естественно, находим, приносим и применяем. Компьютерные игры и сериалы тоже отличный инструмент для изучения языка. Как правильно ими пользоваться? Ну, естественно, не на русском языке, поэтому в компьютерных играх в идеале брать те, которые вообще не русифицированы, или в настройках выставлять английский язык. Но здесь надо еще у ребенка создать мотивацию к тому, чтобы он проходил эту игру на иностранном языке. Как это сделать? Если вы, в принципе, решаете покупать игру, не покупать, то вы можете обсудить это как изначальные условия. Если у вас регламентировано время, сколько ребенок может играть на компьютере, то я бы рекомендовал на игры на английском языке, особенно если там большая коммуникативная составляющая, то есть много текстов, диалогов, то в этом случае на эти игры давать больше времени, чем на игры русифицированные и переведенные. Что касается сериалов, здесь у нас много роликов о том, как правильно смотреть сериалы. Напомню, что основной момент, что мы смотрим сериалы без субтитров, потому что иначе мы тренируем навык чтения субтитров, поэтому сериал смотрим без субтитров. Предварительно субтитры скачиваем, выделяем из них всю новую лексику, особое внимание фразовым глаголам, и на карточках или в квизлете эту лексику выводим на активное применение. И уже только после этого смотрим сериал, еще раз повторюсь, что без субтитров. Таким образом, мы тренируем навык распознавания речи на слух, плюс мы на опыте ребенка показываем ему, что он может иметь доступ к какому-то контенту быстрее и раньше, чем все остальные, кто будут смотреть его с переводом. Ну и, конечно, если есть какая-то игра слов, какие-то идиоматические выражения, то это тоже очень классная штука, чтобы ребенок непосредственно тоже их впитывал. Еще у нас от Центра образовательных технологий Advanced будет для вас специальный подарок. Это, во-первых, курс по лексике и грамматике английского языка для пятого класса. Это бесплатный мини-курс, который позволит ребенку базово познакомиться и с мемотехниками, и майндкартами. И для взрослых у нас будет подарок курс 100 английских слов для путешествий, потому что дети чуткие люди, они сразу поймут, что к чему. Если мы сами не применяем то, чем мы учим их, то у них тоже будет очень много вопросов и сомнений. А вот если вы сами за один вечер выучите сотню новых иностранных слов и поделитесь этим опытом с ребенком, то для ребенка это будет крайне полезно. Поэтому через собственный опыт, через собственный пример вовлекаем детей в обучение английского. Ну и, естественно, когда мы их туда вовлечем, делаем это правильно, делаем это без всех тех ошибок, которые мы здесь описали. Ну а если у вас какие-то вопросы есть, как по английскому вообще, так и по мотивации детей к обучению, то не стесняемся. Во-первых, огромное количество материалов есть у нас на сайте, огромное количество вебинаров, марафонов, самых разных полезных материалов. И, естественно, комментарии под этим роликом ждут ваших вопросов. Тоже задаем, спрашиваем прямо. Не забываем описывать ситуацию, потому что вы знаете, в каком классе ваш ребенок и какие у него трудности, а мы об этом не знаем. Поэтому всегда пишем возраст, всегда описываем суть проблемы и то, что уже пробовали, какие результаты это дало. Ну а мы со своей стороны посоветуем вам, что будет оптимальным в этой ситуации. На этом у меня все. Большое спасибо вам за внимание. И до скорых встреч на наших курсах и в новых видео. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok